всем привет сегодня речь пойдет о такой красавице папайя это растение родом из мексики южной америки вот я ее вырастила из семечки еще у нее есть название дымное дерево и хлебное плоды очень вкусные и ароматные папайя очень имеет декоративный вид кроме того что у нее еще вкусные плоды посмотрите какие красивые у нее листья у нее сейчас возраст где-то примерно месяца 4 это со дня посева она имеет такой утолщенный стволик смотрите какой у нее стволик он главное здесь имеет такую чешуйчатую какую-то структуру а вот здесь гладкий и вот здесь вот у нее почки папайя очень в раннем возрасте начинает уже плодоносить но это в природе конечно где-то месяца в 9 на ней появляются уже цветы и завязываются плоды семечки я купила в садовом центре там было в пакетике всего три семечки и из этих трех зашла только одна можно конечно купить плод папайя спелый а извлечь оттуда косточки но прежде чем косточки посадить у них нужно а выдавить вот этот сок и потом их посадить но так как это дерево и она требует развитию корневой системы я хочу чтобы у меня деревце все-таки плодоносила поэтому я ему развиваю корневую систему я его постоянно пересаживаю более крупную посуду вот сейчас уже ну здесь там дренаж просто хороший даже вот здесь по-моему это корешочек я хочу пересадить ее вот такой горшок пересаживать буду методом перевалки чтобы не повредить и корешочки вот она полностью с всем грунтом у меня выходит очень хорошо вот видите прекрасные корешочки этот дренаж можно даже обязательно нужен хороший дренаж она не терпит влаги в почве земля должна быть рыхлой на основе биогумуса подойдет почва с добавлением песка я купила для нее землю для цитруса потому что по ph и по содержанию почвы она подходит тоже папа и то есть ph должен быть 5 от 5 до 6 с половиной кислотность папа я поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы примерно знаете вот видите она у меня практически сухая она любит знаете даже я ее даже иногда просто порыхлю земельку и ее хорошо с пульверизатора опрыскаю это ей нравится так как это тропическое растение она требует повышенной влажности воздуха ну и конечно любит солнце у нас такого нет солнца чтобы знаете ну вот сейчас даже по крайней мере но может течение где-то когда лето наступит уже у нас она вот еще никак не хочет наступить конечно я ее будут притенять немного от полуденных лучей солнца чтобы у нее не обжигались листья ну здесь так как грунт содержит песок да но я все-таки хочу побольше песочка добавить чтобы более такая знаете рыхлая почва была чтобы когда ее поливала как бы она полностью проходила и уходила вода для выращивания папайи температура такая оптимальная нужно 24 27 градусов она не любит резких перепадов не любит сквозняков и зимой ее нужно досвечивать она такая светолюбивая вот я сейчас горшок конечно выбрала побольше я буду контролировать полив я ее слишком переувлажнять не буду и она у меня стоит на подоконнике как бы грунт достаточно быстро просыхает сейчас вот она у меня когда пророслась семечки она знаете сидела очень долго каком-то знаете в одном можно сказать положением маленькая такая была и вот она только знаете наверно сидела месяц вообще не росла вот просто не росла а потом знаете очень быстро начала вот наращивать листву а потом очень пошла активно в рост видимо корешочки набрались вот этот стволик я хочу оставить на том же уровне как у меня и было углублять я его не буду подкармливаю я ее раз в 10 дней фертикрой она подходит для цветочных и плодовых культур ну все готово я ее перевалила сейчас думаю что у нее пройдет прям вообще она в рост я считаю что за 4 месяца она прям хорошую корневую систему нарастила прям одни корешочки были то есть перенаж только высыпался из горшочка и все сейчас я ее сношу в душ но я почву не буду сильно увлажнять а вот прям вот немножко по листьям так и чуть-чуть остатки какие-то воды упадут в горшок обязательно полив теплой водой ну я воду не отстаиваю конечно потому что растений много так что я поливаю просто из-под крана теплой водичкой и все чтобы вода главное теплая была и унесу ее на ее место законное и вам сейчас покажу ну вот накупала немножко папайю и поставила она у меня стоит на окне то есть когда будет такое активное солнце она будет у меня стоять между окон вот это прикрывает и ее не так сильно обжигает или жалюзи я очень рада что она есть в моей оранжерее встретимся в следующем видео не пропускайте мы нам Субтитры создавал DimaTorzok